2022 год начинается для Ватикана и остального мира с неопределённости. Пандемия мешает папе строить долгосрочные планы и остаётся одной из главных тем в его обращениях. В этом году Папа Франциск продолжит поддерживать вакцинацию и призывать к более справедливому распределению вакцин в мире. Папские визиты также зависят от того, как будет развиваться пандемией. Папа Франциск готовит встречу с православным патриархом московским Ивсея Руси, которая может состояться в Финляндии или Казахстане в первой половине года. Я всегда готов. Я также готов поехать в Москву. Нет протоколов, запрещающих мне общение с братом. Также возможно, что святейший отец посетит Сантьяго де Кампостелло в августе, чтобы отметить сорокалетие с тех пор, как Иоанн Павел II отправил послание Европе из этого испанского города. В сентябре Папа Франциск может поехать в Канаду, чтобы встретиться с коренными общинами, с которыми в прошлом жестоко обращались католики. «Это печальное открытие ещё больше усиливает осознание боли и страданий прошлого». Святейший отец также принял приглашение премьер-министра Нарендемоди посетить Индию, но дату пока не объявили. До того, как разразилась пандемия, разрабатывались планы папских визитов в Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Южный Судан, которые могут состояться, если будут подходящие условия. Католики на Украине считают, что Папа Римский обязательно посетит их страну в этом году, хотя Ватикан не сообщал о вероятности такой поездки. «Хочу заверить вас в своих молитвах за дорогую Украину». Святейший отец надеется возобновить массовые торжества в Ватикане, если позволит пандемия. Последней религиозной церемонией на площади Святого Петра стала канонизация кардинала Джона Генри Ньюмана 13 октября 2019 года. Следующее подобное событие может состояться 15 мая при канонизации Шарля де Фуко или 4 сентября при биотификации Папы Иоанна Павла I. На повестке дня Папы Франциско есть ещё одно важное событие. Это всемирная встреча семей в Риме. Святейший отец отслужит мессу для её участников в субботу, 25 июня, и помолится с ними молитвой Ангел Господень в воскресенье, 26 июня. Ещё одним важным днём в Ватикане станет 95-летие Папы на покое Бенедикта XVI. Это произойдёт 16 апреля. Но из-за его слабого здоровья маловероятно, что будут проводиться какие-то особые торжества. В июле 2021 года Папе Франциску сделали операцию на кишечнике, и он боролся с болезнью. Поэтому также возможно, что новости о состоянии его здоровья продолжат появляться в заголовках статей 2022 года. «Я благодарю всех вас». В 2022 году десяти кардиналам исполнится 80 лет, и по этой причине они лишатся права участвовать в конклаве. Папа Франциск назначит новых кардиналов, чтобы заменить их. В течение нескольких месяцев мы с нетерпением ожидали публикации новой Конституции по реформированию Курии Ватикана. Текст уже написан, но Святейшему Отцу ещё предстоит его подписать. Идея состоит в том, чтобы децентрализовать Курию и больше сосредоточиться на евангелизации. Одной из главных тем года станет подготовка к Синоду о синодальности, который будет проходить в 2023 году. Папа просит проводить подготовительные встречи в городах по всему миру, потому что идея Синода состоит в том, чтобы напомнить каждому крещённому католику о личной ответственности в Церкви. Клирикализм, который как искушение, каждый день распространяется среди нас, заставляет думать о Боге, который говорит только с избранными, а другие должны только слушать и повиноваться. Начиная с января возобновится судебный процесс против кардинала Анжелу Бетчу и других лиц, предположительно связанных с мошенничеством с финансами Государственного секретариата Ватикана. Дело оказалось более сложным, чем ожидалось, и его рассмотрение может занять гораздо больше времени, чем первоначально предполагалось.